Театральная площадь Нижнего Новгорода, начиная с минувших выходных, становится еще одним местом для скопления футбольных болельщиков. Все потому, что там установили часы обратного отчета до чемпионата мира. Первые прохожие уже фотографируются с новым объектом. Это вовлекает людей, прохожих, которые, возможно, даже неинтересны. Это холодно, но весело и в предвкушении такого события. Улыбки, танцы, торжественные речи, интерактивное пространство на площади перед театром драмы будет притягивать все больше нижегородцев и гостей города, уверены организаторы. И морозная погода этому не помеха. Несмотря на то, что очень холодно сегодня, все люди заряжены позитивом, и от них исходит такое тепло, что ты также им заряжаешься, и этот холод проходит бесследно. Чемпионат становится все ближе, и каждый должен понимать, какими шагами идет это событие к нашему городу, а оно идет очень быстро. Циферблат выполнен в виде судейской таблички, но эти часы не просто отсчитывают обратное время Мундиаля. С их помощью можно выйти в интернет, а камеры внутри механизма способны снять болельщика и отправить готовое фото на личную почту. Для одного из послов Нижнего Новгорода Дарьи Шкурихиной запуск часов – это и волнение, и радость одновременно. Вот только недавно мы отмечали здесь же 500 дней до старта, а уже 110 – это правда остается совсем мало-мало времени. Хочется уже, наверное, с одной стороны, чтобы они пролетели эти дни, а с другой стороны, хочется немножко оттянуть, чтобы успеть подготовиться получше к этому чемпионату. Бывший футболист сборной России Нижегородской «Волги» Дмитрий Булыкин в бытность игроком сам считал мгновение до матчей. Футбольный праздник с каждым днем все ближе, и уже летом Нижнему Новгороду предстоит принять тысячи болельщиков со всего света. Все будут получать как минимум заряд положительной энергии, чувствуя то, что скоро такое событие посетит их город, и очень много болельщиков также со всего мира приедут в этот город, чтобы посмотреть команды на новом замечательном стадионе Нижнего Новгорода. Три, два, один! До 14 июня, когда прозвучит стартовый свисток первого матча чемпионата, осталось совсем ничего.